Это называется Шулунова, нефиг ругаться в прямом эфире. Вывалился в очередной раз прямой эфир. Так, ну думаю, теперь будет все хорошо. Тук-тук-тук. Еще раз говорю, для тех, кто будет смотреть этот эфир в записи. Девочки, если вам не нравится мой голос, идите лесом. Не надо мне об этом писать. Другого голоса у меня нет и не будет. До свидания. Ну а для тех, кому нравится мой голос, сегодня мы с вами поговорим. Сегодня мы с вами поговорим и обсудим очень интересную тему. Которая, опять же, очень многих мастеров волнует, потому что эта тема, в принципе, касается всех. Очень многие мастера всегда стоят перед вопросом, где черпать идеи. Где брать вдохновение для каких-то дизайнов, как создавать новые дизайны, как сделать так, чтобы выработать какой-то свой стиль в дизайне. Поэтому вот мы сегодня поговорим именно об этом. Я считаю, что эта тема как бы важна для мастеров. Я считаю, что это, наверное, будет вам интересно. Поэтому давайте мы сегодня с вами обсудим именно тот вопрос, где же брать идеи для дизайна ногтей. Интересна такая тема, девочки? Здравствуйте! Здравствуйте, девчонки! Сейчас мы всех подождем еще немножечко, чуть-чуточку и начнем. Еще немножечко, чуть-чуточку. Интересная тема, да? Ну вот, я тоже думаю, что это интересно. Я вам сегодня покажу свои именно те места, где вдохновляюсь я. Возможно, это будет и вам полезно. Ну и, в принципе, мы сегодня поиграемся с идеями, которые мы найдем вот прямо сейчас вместе с вами. И, в принципе, я думаю, тоже это будет довольно-таки интересно. Опять же, найдем какую-то идею, переиграем ее в плане того, что если это подбирать, подгонять под какого-то специально заданного клиента. И как раз вот с этим вот моментом и поиграемся. Да, конечно, сейчас начнем, девчоночки. Сейчас еще буквально, ну, у нас в любом случае еще не 7 часов, еще 2 минутки у нас есть. Поэтому, ну, эфир-то я планировала ровно на 7, поэтому я специально вышла в трансляцию чуть-чуть пораньше для того, чтобы люди, ну, вот, смогли к 7 часам уже собраться. Поэтому пока я могу поотвечать на ваши вопросы. Спасибо, Диночка. Очень приятно с вами работать, девчонки. Мне очень нравится вот заряжаться от вас позитивом и пытаться зарядить вас. Я считаю, что, ну, я вообще ставлю перед собой, собственно говоря, цель, чтобы после моих трансляций вам хотелось бежать и что-то делать. То есть я стараюсь трансляцию вести в таком ключе, чтобы давать вам какой-то эмоциональный посыл, чтобы у вас именно вот загорались глаза и чтобы вы понимали, что вам сейчас срочно нужно всю энергию, которую я вам дала, куда-то выплеснуть. И чтобы эта энергия выплескивалась у вас в, соответственно, ну, для меня в ногти, да. Может быть, у кого-то эта энергия выплескивается там в взаимоотношении в семье или еще где-то. Поэтому я стараюсь вас энергетически зарядить. Ну, бывает, конечно, не совсем получается, но шо ж поделаешь. Здравствуйте, девочки. Нравится ваш голос. Девочки, мне мой голос тоже нравится, другого голоса у меня нет. Но меня запарили хреновые комментаторы, которые мне, блин, пишут, что у вас дурацкий голос. Ну, не нравится, не слушай, убери звук или сделай что-нибудь с этим. Ну, собственно говоря, я ж никого не заставляю себя слушать или смотреть. Вот, поэтому, поэтому, поэтому вот так. Спасибо большое. Очень хороший голос. Спасибо, девочки. Спасибо. У меня уже скоро этот начнется. Тик по поводу голоса. Так, зайки мои. Ну что, давайте, наверное, мы с вами начнем. Ну, а в процессе там уже кто присоединится, тот присоединится, потому что уже семь часов. А я обещала, что мы начнем в семь часов. Смотрите, девочки, поскольку мы с вами сегодня говорим о вдохновении и об идеях, давайте посмотрим вокруг себя. В первую очередь, вот посмотрите вокруг себя и вы поймете, что идей у вас на столе стоит очень много. Вот, смотрите, я себе купила масло для ногтей. Смотрите, у него какой замечательный колпачок. Вот такой колпачок, поскольку это сделать очень быстро и просто, именно с этого колпачка я предлагаю и начать. Мы вот такую вот штучку сейчас сделаем на ногтях. Почему мы сделаем ее? Потому что у нас появились зеркальные пигменты, которые нам позволят это сделать. Мы знаем, что если втереть зеркальный пигмент, то у нас получится вот такой вот эффект металла. Правильно? Но при этом я знаю, что если втереть зеркальный пигмент в матовый топ, то получится вот такой вот эффект металла. Поэтому мы сейчас по-быстренькому сделаем вот такой вот экспресс-дизайн на ноготочках. Вот она вам первая идея, откуда она взялась. Колпачок от масла для кутикулы. Поехали! Первым делом у нас черный просушенный фон. Мы его перекрываем матовым топом. Матовый топ у нас матовый, соответственно. То есть вот этот вот дизайнник, он будет очень-очень быстрый. Очень быстрый, ничего сложного в этом совершенно нет. Наносим матовый топ. И отправляем в лампу на просушечку. Дальше. То есть в матовый топ у нас пигмент вотрется именно с матовым эффектом. Дальше нам нужно подобрать материал, который у нас будет просыхать без остаточной липкости. В которой у нас вотрется пигмент именно металлизировано. Но при этом консистенция у этого материала должна быть такая, чтобы она давала вот такие вот ляпки. Понимаете? То есть нам нужен какой-то тягучий материал без остаточной липкости. Что мы можем сделать? Мы можем сделать, мы можем взять пасту. Ну, у меня M-паста. Это гель, который просыхает без остаточной липкости. Опять же черную. И смешать ее с финишем без липкого слоя. То есть паста у нас очень-очень густая. Смотрите, да? У нас есть густая паста. У нас есть чуть пожиже финиш. Здравствуйте, девочки! Соответственно, мы получим какую-то средневязкую консистенцию. Нам нужно, видите, чтобы тянулись вот такие вот, вот такие тягучки, сопельки, такие вот, чтобы тянулись. Вот. И именно вот эта вот тягучей консистенция. Рисовать. Что-то мама от меня хочет. Но меня нет. Так, вытираем отсюда липкий слой. С матового топа. Снимаем липкий слой. И берем нашу вот эту вот тягучку, ставим капельку и вытягиваем из нее такие жгутики. Видите? Вот как на бутылочке от масла. Стараемся сымитировать именно вот такую фактуру. То есть, где-то у нас прям такие толстенькие капельки лежат. Где-то вытягиваем такие тоненькие жгутики. Девчонки, звук выключается. Мне мама набирала, звук выключался. Мама что-то, видимо, забыла, что я в эфире сегодня. Здравствуйте! И вот такими вот жгутиками, где-то жгутиками, где-то точечками, вот, проставили себе будущие элементы дизайна. В принципе, уже красиво. Мне уже нравится. Опять же, напоминаю, мы смешали краску без остаточной липкости с финишем без остаточной липкости. У нас все без остаточной липкости. И, соответственно, теперь в этого все мы будем втирать пигмент, который у нас, зеркальный пигмент, хромовый. Такие пигменты есть у всех, я знаю. Можем втереть золото, можем втереть серебро. Сейчас, что первое мне под руку попадется, то втирать и будем, собственно говоря. Так, это кошки, это не та коробочка. Осталось еще запомнить, в какой коробочке у меня что лежит. А, вот, серебро мне попалось. Привет! Здравствуйте, девчонки! Берем спонжик для затирания. Сейчас у нас хорошенечко просушится. Вот здесь нам нужно просушить конкретно 2 минутки, потому что нам нужно, чтобы вообще никакого липкого слоя у нас не было. Здравствуйте! Вот наш пигмент серебро. И тишина, и мертвые с косами вдоль дороги стоят. Что-то сегодня нас мало. Майского жука, да без проблем, ну просто, вот видите, здесь эффект именно серебряный. Поэтому мы будем втирать серебро. Ну, а, собственно говоря, можно и майского жука, и хлопья юки, и что угодно сюда втереть. Получится просто вот такой вот эффект, только цветной. То есть, я обратила ваше внимание, что я вот вдохновилась вот именно вот этой вот комбинацией, да? Поэтому пытаемся максимально повторить то, что у нас есть. И начинаем затирать. Смотрите, на топ, который у нас матовый. Пигмент затирается одним качеством. На то, что у нас глянцевая, пигмент затирается именно металлом. Звука нет. Девчонки, у всех звука нет? Убираем все лишнее. И вот такой вот эффект у нас получился. Есть. Смотрите, единственное, что, ну, опять же, на матовом у нас пигмент лег слегка по-другому, чем на колпачке, да? На колпачке он у нас лежит. Хотя, в принципе, если взять белый цвет в основу, не черный, а белый, то получится ближе к вот этому эффекту. То есть, здесь напыление сделано, скорее всего, на белую основу, а мы сделали на черную основу. Поэтому у нас получился вот такой вот вариантик. Но, тем не менее, вариант реально, ну, прикольный. Очень здорово, очень быстро, и поиграться с этим эффектом тоже вполне возможно. Давайте, давайте сделаем еще один такой же, только на белом. Мне все-таки интересно. Давайте сделаем на белом. В принципе, быстренько получается, поэтому сделаем все то же самое еще разочек. Так, я хочу все-таки добиться конкретно вот такого вот колпачочка. Так, быстренько засушиваем белый. Черный можем перекрывать матовым, почему матовым? Обычным топом. Где мой топ? Вот он. То есть, дизайн готов. Две секунды, удовольствие, куча. После перекрытия он у нас получается вот такой. Все равно сохраняется матовая фактура. И при этом вот такие глянцевые разводы. Так, для тех, кто не успел, повторяем дубль два. Еще раз. Перекрываем основу матовым топом. Перекрываем матовым топом. У меня, кстати, заканчивается матовый топ. Надо срочно покупать новый. Будем выковыривать его кисточкой. Да, что такое. Перекрыли матовым топом. Сушим. Хорошенечко просушиваем. В это время делаем себе, поскольку у нас на черный типсик мы делали черную пасту с финишем, то сюда делаем белую пасту с финишем. Логично? Логично. Делаем белую пасту. Разбавляем ее с финишем без остаточной липкости. Прорисовываем элементы дизайна. Давайте здесь поиграемся с элементами. Давайте здесь сделаем какие-нибудь такие. Другие не такие просто ляпки, а вот именно какие-то такие разводы, неразводы, что-нибудь более вразумительное. То есть, опять же, взяли идею и начинаем ее переигрывать. Начинаем с ней играться. То есть, прорисовываем какие-то такие уже абстрактные мотивы. Доктор, что я делаю не так? Привет, Анютка! А что ты делаешь не так? Просто в финише получается такая более, ну, чуть-чуть более сопливая такая консистенция. Которая лучше тянется и дает, соответственно, чуть больший объем. То есть, у нас здесь мало того, что контраст фактур, еще контраст объемов. Видите, сами по себе полоски с финишем получаются вот такие вот объемные. Если такие объемные полоски делать чистой пастой, она не просохнет. В таком объеме она не высохнет. А, соответственно, мы пасту развели финишем, понизили ей концентрацию пигмента. Поэтому мы можем поднимать ей очень большие объемы, и они просохнут. То есть, мы можем ставить вообще вот такие вот большие капельки, и они при этом высохнут. Понятно, почему финиш добавили? В гель-краску от LookNail вообще не втирается. В гель-краску без остаточной липкости использую ее тогда именно вот в тех моментах, когда нужно сделать, допустим, литье пигментами. Делай основу гель-краской, в которой не втирается, и потом делай материалом, в который втирается. Кстати, вот у меня нет материала, в который не втирается, поэтому мне приходится запиливать, ну, забафливать поверхность, чтобы был интересный, ну, вот именно эффект, когда кусками втираешь пигменты. Я очень люблю эту технику, вот, и у меня, к сожалению, для этой техники материала нет, в который бы не ложился пигмент. Хотя я, я бы такой хотела бы. Так, просушиваем еще минуточку. 50 человек. О, 50 человек. Девчоночки, делитесь трансляцией в своих соцсетях. Хай, привет, Ивета. Ну, я здесь только по-русски, я по-вашему не могу. Юки можно, девочки, просто юки, смотрите, если пигмент у нас втирается более мелкими кусочками, даже если где-то у нас он неравномерно лег, видно частички, да, то эти частички получаются мелкие. А если мы возьмем более крупный пигмент, хлопья-юки, это крупный пигмент, то и, соответственно, вот эти частички у нас будут покрупнее. Все ок, я по-русски понимаю. Зашибись, отлично. Поехали, втираем. Ха, получилось. Я же говорила. Я же говорила. Раз, два, три. Смотрите. Один в один. Ха-ха. Я, я это сделала, я повторила, я повторила банку от масла. Ха-ха-ха. То есть, понятно, да, сделали, увидели, не получилось, поняли, почему не получилось, переделали, получилось. Все, все очень быстро. Единственное, что здесь я вот эти вот потеки расположила по-другому. Так, смотрите, девочки, нюанс. Перед тем, как перекрывать финишем, вот это лучше подсушить. Почему? Потому что в матовый топ втирается пигмент все-таки не настолько хорошо, как в глянцевый, и может потянуться за кисточкой. Поэтому это лучше подсушить буквально-таки несколько секундочек, буквально, ну, совсем секунд 10. И потом уже перекрывать финишем для того, чтобы просто у нас не тянулось ничего за кистью. Ну, я вам обещала, что я сделаю. Хе-хе-хе, я сделала. Смотрите, вот он у нас, вот такой вот эффект получился. Девочки, комбинаций здесь много. Можно было на черном фоне белой краской с финишем прорисовать. Можно было на белом фоне черной краской прорисовать. И по-разному бы затерлось. То есть, теперь, крутя вот эти вот варианты, перекидывая с одного на другой, можно добиться очень интересных моментов. Опять же, можно прорисовывать, можно перекрыть глянцевым финишем, а какие-то штучки прорисовывать матовым финишем. То есть, вот эта идея, сядьте с ней, поиграйтесь. Потому что идея достойная, и из нее можно выжить просто миллион всяких разных комбинаций, которые реально будут интересно смотреться. Если сначала втереть до зеркала, потом червяки, пожалуйста, пожалуйста, все в ваших руках. Ну, а теперь, девчоночки, я хочу с вами познакомить еще с одним таким моментом, откуда же я беру идейки. То есть, вот эта вот идея, то, что идеи вокруг нас, это понятно, правильно? Что стоит посмотреть по сторонам, и все вокруг нас, все рядом. Пин-терест. Но, есть вот такая вот замечательная программулинка. Пин-терест называется. Вот в этой программулинке намного проще искать идеи, даже чем в гугле. Почему? Потому что в этой программе собраны картинки все, только картинки. Но картинки собраны со всех, со всех ресурсов. Да, Пин-терест, вот, я ее при вас устанавливаю, то есть, при вас будем с вами, вот прям сейчас будем с вами разбираться с ним. Что-то я сегодня заговариваюсь. Итак. Вот, вот эта вот программа сейчас у меня, ну, вот первый помощник мой. Если я не знаю, что мне нарисовать, я быстренько захожу сюда, буквально открываю, два пролистывания делаю, и все. И у меня есть идея. Вот, девчоночки, программа просто замечательная. Смотрите, открываем мы эту программу. Добро пожаловать, продолжить, ну, пускай продолжить пароль. Наверное. Ой, как-то долго тут возраст. Много мне. Так я вам и сказала свой возраст. Готово. Короче, регистрируемся. Регистрируемся. Специально сохранить пароль, а то я потом забуду. Специально ничего заранее не делала для того, чтобы показать вам вообще полностью процесс. И смотрите, здесь сразу же вам выпадает, что вас может заинтересовать. Вот, допустим, меня может заинтересовать дизайн, женская мода, искусство обязательно, аксессуары, цветы. Это вот то, что я знаю, что будет прям-прям классная идея. В вязании будет много интересных идей. Аниме. Ну и так далее вы себе выбираете. Все. И теперь, когда вы сюда заходите, вам сюда высвечиваются всякие разные идеи. Но при этом, если вы здесь пользуетесь поисковиком и что-то ищете, то потом вот этот вот предлагаемый для вас картинки, они подстраиваются под вас. То есть, когда я открываю тот Пинтерест, которым я пользуюсь, там буквально вот все-все-все, что мне нравится, и что бы я могла нарисовать хоть прям сейчас. Ну, давайте мы с вами вчера рисовали, очень много рисовали красивой абстракции. Да, давайте мы сегодня с вами порисуем, ну, например, кружева. Да? Открываем кружева и смотрим. Вот, смотрите, первая картинка, самая первая. Смотрите, какие интересные элементы. Мы же сможем такие элементы перерисовать, правильно? Вот вам сразу элементы, вот вам композиционное расположение элементов на ноготочке, вот вам, допустим, элементы для второго рядом стоящего ноготочка, которым можно его добавить. То есть, вот вам полностью дизайн ногтей, который вы можете сделать. Правильно? Правильно. Допустим, смотрим дальше. Хочу чего-нибудь прям красивого, сложного. Сейчас мы с вами чего-нибудь прям сложного, красивого найдем и перерисуем. Пам-парам-парам-парарам. Чего бы такого бы сделать? Ой, гляньте, какая роза красивая, кружевная. Ой, а давайте вот такую розу красивую мы и возьмем. Мне нравится. Гляньте, какая кружевная, красивая роза. Вот мы ее сейчас быстренько и фигакнем. Итак, за нас все придумали. Смотрите, задний план черный. Берем черный гель-лак, покрываем ногти. То есть, вообще не надо ни о чем думать. Все придумано до нас. Черный задний фон. Что-то я большую каплю гель-лака взяла. Пам-парам-парам-парарам. Что-то сегодня сильно спокойно. Сильно тихо и спокойно. Так, сушим. Черный задний фон сушим. Далее. У нас здесь два оттенка розового. Светло-розовый. Винолиса. Отлично. Мне понравилось. Вот я себе взяла черный-белый и три цветника. И, в принципе, довольна. Девчонки, блин, Китай рулит. Вот честно. Я еще сделаю у себя съемки по поводу мой любимый Китай. Тоже у меня есть такая задумка. Вот. Покажу как раз все, что я брала с Алиэкспресса. Вставлю туда ссылочки. Ну, в общем, сделаю все, как вы любите. Вот. Ну, чуть-чуть попозже, потому что у меня что-то на все времени не хватает. Итак. Мы берем два оттенка розового. К сожалению, тот розовый, который я брала вчера, вот подошел бы вот этот и вот этот. Но они подсохли у меня, поэтому я беру свеженькие. То есть они не заполимеризовались, но загустели. Из них вышел растворитель. Девочки, каким цветом мы вчера рисовали? Кто мне напомнит? Так, этот... А, все нашла. Берем свеженький темный розовый. Берем свеженький светло-розовый. В светло-розовый добавим чуть-чуть беленького. Пожалуйста. Так. Чуть-чуть беленького добавим. Все, как мы делали вчера. А вот в этот темно-розовый предлагаю чуть-чуть капнуть темно-бордового, чтобы его еще... Чтобы его еще немножечко затемнить. Совсем чу-чуточку. Чтобы был больше контраст между светло-розовым и темно-розовым. Вот, буквально капелюшечку капаем. Перемешиваем. О, красотища. И начинаем рисовать. Опять же, девочки, у нас перед глазами картинка, на которой у нас видна роза. Как она нарисована? Нарисована она в первую очередь. Не знаю, ничего не зависло. Ничего, у меня все идет. Девочки, у кого-то еще зависло? Висит? У меня ничего не висит. Все идет. Так. И начинаем рисовать нашу розочку. У нас перед глазами, еще раз говорю, картиночка, с которой мы прям берем и срисовываем. Отвисла. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. То есть у нас в первую очередь надо собрать бутончик. Зависла уже, отвисла. Понятно. В первую очередь нам нужно собрать бутончик. На компьютере можно загрузить. Ну, можно ж, наверное. Что, правда, грузить на компьютере, я не совсем поняла. Но не важно. Вырисовываем бутончик. Опять же, смотрим. У нас перед глазами картинка. Вот и повторяем оттуда схему бутона. Вот так. Вот здесь у нас начинают листики закрывать наш бутон потихонечку. Здравствуйте. Начинаем потихонечку наш бутон закрывать. И теперь... Раздвоение личности. Ничего, я ее уже собрала. Она держит себя в руках. И теперь нижние лепесточки. И вот сюда, наверное, еще лепесток добавим. Почему бы и нет? Можно Pinterest загрузить на компьютере. Девочки, на самом деле, можно и окей, Google делать. Но просто мне в последнее время нравится именно эта программулинка, потому что... Ну, потому что там удобно все собрано. Мы сейчас вот это вот все сделаем, чтобы линии у нас были равномерные. И отправим на подсушку. Да, это кисточка Эми. Но она у меня, если честно, девчонки, уже подломалась. Ее надо менять. Но поскольку я еще не дошла до магазина, в котором кисточки Эми продаются, поэтому рисую той, которая есть. Подсушиваем. И теперь, смотрите, на картинке мы увидели, что у нас здесь вот прям вязка-вязка. Вот нам эту вязку нужно сымитировать. Но вот настолько тоненько нарисовать ее будет довольно сложно. Правильно? То есть у нас роза намного меньше, чем здесь. Вот. Но мы можем залить наши лепесточки цветом, его просушить, а потом наставить кучу маленьких черненьких точечек. И тогда у нас будет, ну, вязка наоборот, да, между точечками оставить тонкие полоски. И у нас будет именно вот вязанный эффект. Вот мы так и сделаем. Поэтому начинаем заполнять нашу розочку. Заполняем мы ее темным цветом. Добавляем светлый. Перемешиваем между собой, чтобы получился градиентик. То есть разукрашиваем. Опять же, при разукрашивании мы можем закрыть, допустим, где-то толстые линии. То есть переигрываем. Да, можно пластилином натыкать, например. Действительно, почему бы и нет. То есть вспоминаем все ногтевые техники, которые мы знаем. Думаем, из какой техники удобнее всего это будет сымитировать. И все. Голова. Девочки, вот проточечки, честно, вот придумала буквально сейчас. То есть это не заготовка, это не какая-то там этот самый заранее запланированная дизайна, которая вот выйти и показать вам, какая я молодец. Нет, вот все придумывается ровно так же, как я обычно это все придумываю. То есть стараемся упростить нашу жизнь. Стараемся не усложнить ее, а упростить. То есть, если сидеть и вырисовывать вот эти вот все штучки, то это можно будет сразу стреляться, вешаться и вообще. Ну, вы меня понимаете, да? Это нереально. Особенно в таком размере. Хотя мы сейчас ее так разукрасим, что ей можно уже и кружева не делать. Она будет уже прикольная. Опять же, разукрашиваем, знаем, куда какой цвет положить. Перетягиваем, перемешиваем. Кисточку потихонечку обтираем. У нас уже сам по себе самостоятельный дизайн. Вот это вот розочка. Гляньте, какая она чудесная получается. Можно ее уже даже не кружевить. Она нам уже понравится. Стемпинг сверху, в принципе, тоже как вариант. Действительно, можно стемпинг сверху шлепнуть. Но даже стемпинг у нас будет крупнее, чем нам нужно на самом деле. Смотрите, девочки, логика. Светлый цвет я кладу в краешек лепестков, для того, чтобы показать, что они у меня развернутые. Темный цвет я кладу ближе к предыдущему лепестку, чтобы показать тень, что у меня предыдущий лепесток на следующий отбрасывает тени. Вот и вся логика. Вот и весь живой цветочек, построение живого цветка. Смотрите, вот она вот такая розочка у нас получается. Сейчас еще беленьким прорисовать. Ну, вот сейчас сделаем ей кружавостость, а потом еще махнем сюда чуть-чуть беленького. И будет вообще бомбически. И причем, смотрите, вот в таком варианте, если говорить о ногтях, то, наверное, я бы не стала делать зелененькие листики, как на картинке. Я, наверное, сделаю листики, опять же, вот в этих оттенках. Все в ужасе от того, как я заставляю их работать. Девчонки, на самом деле, вот я бы хотела серебро-золото. Ну, в принципе, можно и серебро-золото. Почему бы и нет. Но мне кажется, в монохроме это будет выглядеть вот прям, прям идеально. Девчонки, я бы рекомендовала вам, если вы знаете, что я выхожу в эфир, брать материалы и садиться рисовать вместе со мной. Вот это было бы прям вот идеально. Моя мечта, чтобы вы все со мной вместе рисовали. Так, вот такая вот розочка у нас получилась. Мы ее подсушиваем. Моргать боитесь? Не бойтесь, можно моргать. Мы ее подсушиваем. И вот теперь наша задача сымитировать вязку. Вязку нам нужно имитировать чем-нибудь густым. То есть гель-лак для этого не подойдет, потому что гель-лак это все-таки более жидкий материал. Нам для этого нужна густая пигментированная красочка. Почему? Потому что если мы сделаем жидкие вот эти вот точечки, то велика вероятность того, что они у нас где-то могут стечься. Правильно? А нам нужно очень внимательно контролировать вот этот вот момент. Геночка, вы умничка. То есть нам нужно проконтролировать то, чтобы у нас все точечки оставались на тех местах, на которые мы их посадим. Поэтому лучше взять все-таки что-нибудь, какую-нибудь красочку. Ну и начинаем имитировать вязочку. Делаем это очень-очень тоненько. На кисточке у нас материала практически нет. Никаких капелек материала у нас на кисточке тоже нет. И вот какими-то такими вот штучками, точечками, петельками дотс будет крупноват. Девочки, у нас же здесь, вы понимаете, размер? Это у вас оно там на полэкрана. А на самом деле, ну вот смотрите, эта розочка, ну, совсем маленькая. Дотс будет крупный. И нам не нужны прям круглые точечки. Нам нужны такие петельки всякие разные, вытянутые, правильно? Кто-то там мне пишет. Имитируем петельки. Где-то чуть крупнее. Все десять пальцев нарисованы. Не моргайте. Веселый вы. Говорит, если я с вами рисую, то стоит мне моргнуть, у вас все десять пальцев нарисованы. Такая у нас получается, слышите, это лилия, которая, блин, как она называется, эта лилия? Девочки, как раз, два, три, называется лилия, которая вот такая вся в точках? Блин, леопардовая лилия, или какая она там? Подырявленная. Тигровая, точно, точно. Почему тигровая? У тигров полоски, а леопарда в точке. Вот почему лилия тигровая в точку? Смотрите, девчонки, вот сейчас у нас получается эффект наоборот. Смотрите, как бы там ни было, но вот эти точечки у нас слегка объемные. Поэтому, когда я их выставляю, у на них свет преломляется, и видно, что они шариками стоят, что они объемные. Поэтому, сейчас это кажется, как будто у нас выпуклые точки, но после перекрытия топом они станут впуклыми. Поэтому, вот этот вот дизайн станет именно больше похож на вязаный, тот, который мы хотели добиться, именно после перекрытия топом. Понимаете, о чем я с вами разговариваю сейчас? То есть, сейчас это он как будто не продырявленный, а наоборот, с объемными точечками. Вот, у нас есть белый разжиженный пуклы, белый разжиженный материал, который мы разводили с топом. Вот мы сейчас им сделаем такие подмаляки под лепесточки. Триптофоб? Что такое трриптофоб? Триптофоб это боится кого? Фоб. Фобия это точно, боязнь чего-то. Аня, кого ты боишься? Конечно, чпокнем сюда белую прорисовку. Сейчас мы чпокнем сюда белых листиков, тоже сделаем их такими, ну, короче, такими-такими, ажурными, вязанными. Дырочек? Поняли, девочки, трриптофобия это боязнь дырочек. Аня, откуда ты такие слова знаешь вообще, а? так, намазюкали листиков. Аня, у тебя очень много фобий. Я не помню перечень всех твоих фобий, которые ты нам рассказывала, но я помню, что их было много. Вы уже мой дизайн клиентки сделали? Вот этот или предыдущий? Когда вы успели? У кого клиентки в 8 часов вечера? Роза друшлак. Так, подхватили, в принципе, нам этого достаточно, теперь тоже ажурим листики. Ажурим листики, рисуем в них дырочки. Вот здесь дырочки мы рисуем немножечко другого плана. Опять же, из бензелюшек капелька потянули, капелька потянули. Ленья вагон и телега. Ну, про ленья тоже помню. Так, вы какой дизайн сделали? Тот, который мы с масла скатали? Или вот такие, вот такую розочку уже навальякали? розочку? Ой, круто! Покажите потом, что у вас получилось. Пришлите мне куда-нибудь. Я так люблю смотреть, девчонки, на ваши работы, честно. Мне нравится, когда у вас получается, когда у вас есть за что похвалить. Смотрит и делает чего? так, подсушиваем. Бабахаем белый, о котором мы с вами так долго говорили, потому что он сюда прям нужен. Ну, почему лажа, девочки? Ну, нельзя так самим себя вот сразу ставить такое, что у меня получится лажа. Надо наоборот говорить, у меня получится все великолепно и вообще лучше, чем у кого бы то ни было. Итак, добавляем беленького в отворотики, причем, опять же, не по всей розочке, а в какие-то вот центральные лепесточки, которые нам хочется подчеркнуть. именно вот отворотиков добавляем каких-то. Давай, Анют. Так, что такое отворотик у листика? Это там, где у нас чуть более толстенькая линия пошла, вот там вот у нас смотрится отворотеньки, отворотненьками, отворотиками, кем там оно смотрится, что-то я забыла. Так, вот сюда тоже сделаем такой пум-пу-рум. Не, вообще, девчонки, розочка получилась очень клевая, мне, например, нравится. Очень интересная. Сейчас мы ее до ума соберем. листики тоже нам надо сделать более умные. Нарисуйте ловец снов. Какой? Посмотрим. Сейчас, может быть, дойдем до ловца. Что там его рисовать? Кружочек нарисовали, подписали внизу ловец снов, и все, рисовать нечего. так, пион. Вот смотрите, прикольно получилось. Сейчас мы это все подсушим, финишем, перекроем, и вот тогда у нас получится эффект в пуклости, а не в выпуклости. Пока у нас там сушится, вытираем все руки, потому что я уже где-то изгвоздалась в лаке с ног до головы, умудрилась. Лилию с тенями, полутенями и полупрозрачными листьями, ну, пху. Я бы тоже хотела на нее посмотреть, на лилию с тенями, полутенями и полупрозрачными листьями. Тоже, ой, наверное, очень красиво. Смотрите, а, у нас пигмент на кисточке подтянулся. Ну, с другой стороны, у нас шиммерная такая розочка получилась. Добавилось еще небольшое количество пигмента серебряного. Видите, он прям поблескивает. Ну, тоже вроде ничего так. Пускай будет, пускай будет, вытирать не буду. Вот, ну и после финиша, опять же, для того, чтобы подчеркнуть объемность, предлагаю еще чуть-чуть беленьким пробежаться, а после финиша. Впуклость пошла. Да, началось. Для того, чтобы подчеркнуть впуклость, мы добавим выпуклости. Мы сейчас после слоя топа, после его просушки, промотнемся еще белой красочкой безостаточной липкости, добавим еще более выпуклых мест и этим более впуклые уйдут у нас на задний план. О как! Ха-ха! Как я придумала. Просушиваем. Берем спонжик, снимаем липкий слой. У меня жидкость заканчивается, надо будет долить. Добавляем выпуклостей, опять же, красочкой безостаточной липкости, где у меня свеженькая. Сейчас нальем беленькой, как это неудивительно звучит. Если вы сделали сошел гель-лак с моделирки у вас пластинками, пластинками, вместе с гелем, значит у вас была проблема с подготовкой натуральной пластины. Что-то вы не так наподготавливали, что у вас отслоился гель натурального ноготочка. Что-то пошло не так в подготовке. Чпокните им, кому мифу буки, пусть радуются. Ну, камифу буки тоже на самом деле интересный такой материал. Я сегодня с ними прикалывалась, тоже рисовала. Ну, значит, конкретно у этой клиентки вы что-то сделали не так. Возможно, у нее мокрые руки, вы их не досушили. Возможно, где-то в процессе работы чем-то замацкали. То есть, в основном отслоение материала прям пластинками вот именно из-за этого. Где-то не дочистили птеригий, опять же, возможно. Смотрите, какой объем у цветка получается. Прям шикардосный. Вот сюда хочется еще чего-то такого посадить. Нарисовать еще один дополнительный листик. Кислотный праймер можно. Почему нельзя? Девочки, почему? По поводу праймеров и материалов. Девочки, зайдите ко мне, посмотрите трансляцию химия материалов называется. Находится в плейлисте лайфхаки для мастеров. Зайдите туда и посмотрите, я там объясняла разницу между кислотным праймером и бескислотным праймером. Те же яйца только в профиль. Смотрите, какая прикольная штука получилась. Опаньки! Вот такая роза у нас вышла. Давайте ей добавим, мне хочется еще каких-то таких волосят ей добавить. Получилась имитация вязки? Ну, даже если не имитация вязки, то все равно что-то интересное получилось. В любом случае, это похоже на розу, пускай и не на вязаную, но тем не менее на какую-то интересную. Так, вот так. Очень круто, очень здорово, мне нравится. Вязка крючком. Так, ну и давайте мы на сегодня еще один дизайник, опять же, наверное, в кружевах, о, кстати, это потом платье из этих роз, гляньте, какое платье из этих роз. Ой, красиво, ой, блин, гляньте, какое красивое платье из этих роз. Вот вам, кстати, если сделать мельче розочки и не тыкать их дырками, как их расположить на ноготочке, гляньте, композиция какая интересная. Итак, ягуаристая роза, ну, тоже вполне возможно. Так, давайте поищем еще чего-нибудь, чего-нибудь интересненького, с чем можно поиграться, допустим, получить даже не совсем тот результат, но тоже интересно, правильно, интересно же? интересно, как по мне, так вообще очень интересно. Френч из кружева. Девочки, берете кружево, отбиваете себе полоску френча и френч заполняете элементами из кружева. Ничего сложного, точно так же, как любой другой кусок ногтя можно заполнить какими-то элементами. Мы вчера с вами делали. Вот точно так же делаются все вот эти вот френчики. Вы отрисовываете себе френча, потом его заполняете всякими разными штуковинками. Ой, кстати, тоже красиво, но тут объемные цветочки, в принципе, их можно слепить, допустим, из геля пластилина, потом объемные цветочки слепить, то есть нарисовать сначала кружева, а потом долепить на него цветочки. Тоже будет симпатично, но я хочу чего-нибудь быстренького. Хочется чего-нибудь такого, не очень сложного. так, чего бы такого. Ой, гляньте, какая красота. Как это сделать? Нам нужно нарисовать задний фон, допустим, какими-то там, ой, нет, это сложно, объем. Обожаю всякие разные объемы, обожаю работать. О, давайте вот такое сделаем. гляньте, какая интересная штучка. Здесь объем не очень высокий, этот объем мы в меньшем формате сможем сымитировать пастой. Тот объем, который был перед этим, там высокий объем, паста такого объема нам не даст. А вот здесь вот эти вот дополнительные объемные элементы мы сможем сымитировать именно пастой. Ну и вообще, в принципе, вот эта вот идея довольно-таки неплоха. Давайте с ней поиграем. Причем, кстати, очень интересное сочетание синего и бежа. Люблю такое сочетание. Сейчас мы найдем какой-нибудь синий-бежевый. Похож на лепку. Вполне. Вполне. Давайте возьмем восьмой синий. Так, восьмой синий. Да, боже, Ксения, не буду я рисовать пловца снов. Не буду. кружево решелье. О, будем знать, как это обзывается. Спасибо. Кстати, можно... О, точно! Давайте мы это все золотым пигментом затрем. Сделаем вот такие вот объемы, сделаем вот этот вот дизайн и зафигачим это все золотом. О, прикиньте, как я придумала... Не, как вы придумали, а мне понравилось. Вот, точно! Точно-точно! Супер будет! Уже делаем втирку золота. Точно-точно-точно-точно! Значит, для того, чтобы сделать втирку золотом, что нам нужно? Нам нужно просушить цвет, перекрыть его топом, топ забафить, чтобы у нас ничего никуда не прилипло лишнего, правильно? И потом рисовать красками без остаточной липкости, затереть их золотом, получится у нас золотая штучка. Причем мы будем рисовать красками Эми, сразу же закладывая объемы. Пигмент у нас объемы подчеркнет и у нас получится офигенно объемный дизайн. Видите, девочки, как я вам вот все придумала и разложила. Девочки, по поводу стерилизации инструмента и сухожаров. Если честно, у меня по этому поводу ничего кроме нецензурной брани нет, потому что вот эта вот паника с сухожарами, которая началась вот буквально сколько, год-два назад, у меня такое впечатление, что ее раздули именно производители сухожаров. Потому что хирургический персонал, стоматологический персонал, те инструменты, которые не поддаются сухожаровой от обработки, стерилизуют, не дезинфицируют, а стерилизуют холодным методом в специальных дезрастворах. Соответственно, почему мы не можем свои пилки, бафы и все остальное стерилизовать в замачивании? Почему нам нужен сухожар? Чего все так прутся сейчас по этим сухожарам? Вот тупят инструменты, все на этих сухожарах повернулись, хотя даже по СЭС-нормам для стоматологии, ну вот у меня, допустим, я купила себе бета-ДЕС, у меня бета-ДЕС, на нем в аннотации специально идет просчитанные растворы и время экспозиции для стерилизации инструмента для разных инструментов. Я пользуюсь тем, который идет для стоматологии, для обработки пластиковых наконечников. Что такое пластиковые наконечники? Пластиковые наконечники это вот эти вот отсосы, которые нам в рот запихивают, да, и которые высасывают жидкость, когда нам сверлят зубы. То есть они высасывают кровь, слюну и другие биологические жидкости. У нас нет столько биологической жидкости в нашей профессии. Но, тем не менее, после этого замачивания эти пластиковые наконечники считаются стерильными. Почему мы премся по этим сухожарам, девочки? Объясните мне. Что за вот это вот давайте все купим сухожар. Ну, давайте все купим сухожар. Мне хватает ультразвуковой мойки обязательно, потому что наши частички материалов очень тяжело вымыть из инструмента, особенно из фрез, да, вот именно тяжело их оттуда вымыть. С этим справляется ультразвук. Ну, и, соответственно, дезинфекция и стерилизация проходят холодным методом путем химии. Все. Да, и духовка, и, в принципе, температурная обработка делает все то же самое. Но сейчас химия шагнула настолько далеко, что температурная обработка не требуется. Да, все, блин, прутся по этим сухожарам. У меня после каждого клиента инструмент отправляется в ультразвуковую мойку на полчаса, в экспозицию дезраствора и этот инструмент считается стерильным. Ультразвуковая мойка делает ему и очистку, то есть, по ПСО, да, первая у нас очистка, потом у нас дезинфекция, то есть, обработка дезинфекция, потом у нас сушка, и потом сухожар типа стерилизации. Вот у меня ультразвуковая мойка делает и ПСО, очистку грубую, и дезинфицирует, и стерилизует одновременно. Ой, какая у меня молодец. Так, итак, давайте не будем больше по этому поводу разглагольствовать, мы начинаем рисовать кружево ршелье. У меня закончился черный паст, надо его будет долить. Берем черную пасту, берем картинку с нашим кружевом, что-то я ее куда-то откинула, вот она, она у меня, и начинаем рисовать. Да, как перед операцией, по-моему, хуже. По-моему, с этой истерией хуже. Знаете, вот в этом плане мне действительно в чем-то нравится это, дзык. Вот, если все так бесятся, стерилизуют фрезы, почему никто не стерилизует ручки от фрез, коробки от фрез, давайте их просухожарим, давайте там, что мы еще сухожарить будем, давайте столы свои в сухожар засунем, ну, что там еще, ну, ну, что, что, что еще можно сухожарить, давайте сами в сухожар залезем, что мы не дезинфицированные, не стерилизованные сидим, вот это работаем, нам совесть позволяет, ай-яй-яй, всех клиентов заразим, не просухожаренные работаем, типсы в сухожар, материалы в сухожар, что мы еще в сухожар не запихивали, да, весь кабинет, о, действительно, нет, девочки, знаете, что, скоро начнется продажа, вот, кому-то станет нужно куда-то продавать вот эти бактерицидные лампы, да, все слышали, что есть такие себе бактерицидные лампы, вот, скоро ни один кабинет без бактерицидной лампы существовать просто не сможет, вы что, это же заразно, это же грибок, грибок, везде грибок, давайте все купим бактерицидные лампы, потому что у производителей их куча, и они завалялись, вот это что-то типа из того, о, кварцевые лампы, да, 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 ну, это вот лично мое мнение, кто купил сухожар, ну, молодцы, ну, как бы, я ж не против, а у меня свекровь хирургическая старшая медсестра, которая мне объяснила, что это не нужно, то есть, я это тоже не из воздуха взяла, так, ну, а мы рисуем кружева, девочки, что такое кружева, это смесь из всяких этих штучек, вензелечки, полувензелечки, ну, круто же, ну, температура, температура, девочки, ну, на самом деле, ну, это не нужно, понимаете, ну, вот, все там грибки, смотрите, если бы было бы так легко заразиться грибком, мы бы были бы уже все обгрибкованные, потому что, ну, хорошо, допустим, у вас стерильный кабинет, в котором вы вывели все споры грибка, но человек вышел на улицу, где этих спор мерено-немерено, мы ходим летом в открытых топотульках, вот, представьте, если бы было бы все так легко, то грибками болели бы уже все, просто, все, понимаете, почему у нас у всех грибка таки нет, почему грибок появляется только в каких-то, ну, там, ну, если взять по процентному соотношению, на самом деле процентов, ну, сколько болеет грибком, 1% всего населения, там, 2% всего населения, это немного, почему так происходит, то просто у человека иммунитет слабый, конкретно каким-то грибковым инфекциям, это эмпаста, без остаточной липкости, да, иммунитет сыграл, и, и все, и вот, здрасте, грибок, приехали, ну, то есть, это, это недостаток иммунной системы, понимаете, заблокируют меня, да, пускай попробуют, вот, то есть, иммунитет человеку сухожаром, вы не поправите, давайте будем жарить людей в сухожаре, чтобы сделать им крепче иммунитет, чтобы они, не дай бог, не заразились грибком, да, вот, вот что-то типа того, по поводу всех остальных инфекций, спит, живет на воздухе, в капле крови, 30 секунд, понимаете, 30 секунд, за 30 секунд невозможно порезать одного человека и тут же порезать другого человека, ну, вот, невозможно, да, можно заразиться, если у вас, допустим, там, открытая ранка, вы порезали человека, у вас в открытую ранку попала инфекция, да, это возможно, но при чем здесь сухожар? Девочки, если в таком раскладе, вот, допустим, у вас открытая ранка на руке, да, вы порезали человека, он больном с ПИДом, вы об этом не знаете, вы заразитесь, будет у вас сухожар или не будет у вас сухожара. Вот, понимаете? Ну, 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 вот как-то так. Ну, ну, как-то так. Да и перчатки не помогут. Если вам суждено заразиться, то вы заразитесь. Нет, ну я, вот знаете, вот дзык я не во всем, конечно, поддерживаю, но какие-то ее вот такие вот идеи мне нравятся. И мне нравится, что она об этом, ну, как бы говорит. Не все мне нравится в ней, но вот такие вот идеи, что она в этом действительно права. А знаете, почему права? Да потому что точно то же самое мне говорит моя свекровь, которой я еще раз говорю, хирургическая старшая медицинская сестра. То есть она стоит на операциях полостных. Она работает в ургентной хирургии. То есть они там разрезают живот. Ну, то есть вот все, что связано с кишечником, с ССССР. Ну, короче, со всеми вот этими потрохами. Вот. То есть я, наверное, ну, я догадываюсь, что она, наверное, знает, о чем она мне говорит. Глаз перлен. Ну, в принципе, да. Но на самом деле, девочки, хорошая химия нам в помощь. Сейчас, сейчас настолько потрясающая химия, девочки, но я же не говорю, что дзык нужно слушать во всем. Я по поводу аппарата с ней не согласна. Ну, вообще категорически не согласна. Так, короче, мы нарисовали кружева, а мы их подсушиваем. А то что-то мы затронделись вообще не о том. Ну, так, что-то я там. Я ее больше не смотрю. Девочки, ну, блин, ну, 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 грибки, девочки, блин, перхоть это грибок. Молочница наша любимая, это грибок. Почему мы не стерилизуемся от молочницы? Почему нам достаточно таблетки одной, да, там? И почему у нас мы не начинаем голову, волосы рвать на голове? Ой, у нас молочница, ааа, у нас грибок. Какой кошмар. Ну, ну что, ну, ну что? Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Почему, почему сейчас мы начали бояться грибков? Давайте бояться в лес ходить. Там грибы растут, а я их собирать люблю. Ну, вот как-то так. Так, я вот просто не понимаю где-то вот таких вот моментов, почему это стало все сразу так опасно. Никогда опасно не было. И тут здрасте за один год, вот прям все, вообще капец, как страшно стало. Так, девочки, следующим моментом, что я хочу сделать? Я хочу какие-то частички приподнять, да? Как я говорила, я хочу, чтобы это сразу у меня было дополнительно объемно. Да, подурели, точно. Раньше спиртиком стерилизовали вовнутрь и нормально было. Здравствуйте! Это, знаете, анекдот, когда это протри спиртиком крыло самолета, да? Взял его вовнутрь, дыхнул и протер, чтобы много спирта не расходовать. Вот где-то так же. Блин, я полностью этот анекдот не помню. Так, девочки, поднимаем какие-то частички еще слоем. Ну да, да, это маркетинговый ход, девочки. Это все, все чистый разводняк, понимаете? То есть нас надо развести на деньги. И почему маникюрщицы такие богатые сидят, вот это вот, денег в них девать некуда. Давайте впихнем им сухожары. Я же говорю, девочки, вот помяните мое слово. Сейчас еще чуть-чуть и бактерицидные лампы тоже будут всем нужны. Осталось совсем немножечко. Вот, синегнойная палочка и золотистый стафилококк. Причем они не сухожарятся. Эти две бактерии, свекровь мне сказала, они в температурном режиме практически неубиваемые. Они убиваются химически. Вот эти вот синегнойная палочка и стафилококк. И это действительно самые страшные инфекции. Но, опять же, ничего страшного касательно ногтей они нам не могут сделать. Синегнойная палочка делает нам ноготь сине-зеленым. Но это не смертельно. хлорофилипт это химия. Дайте хоть что-нибудь посухожарить. Ой, класс! Лучший комментарий за сегодня. Ломка, дайте мне что-нибудь посухожарить. Засыньте голову в сухожар. Ха-ха-ха. Ай, девочки, блин, везюмка сегодня вообще. Дайте хоть что-нибудь. Так, ну и золотюшечкой мы все это безобразие затрем. Блин, я забыла забафить. Мы с вами заговорились, я забыла забафить цвет и, скорее всего, золото сейчас затрется везде, да? Все видели, что я забыла цвет забафить? Поэтому золото у нас сейчас спорим? Нет. А чё так? Или я заб... Так, а ну, раз, два, три. Кто помнит, что я делала? Кто помнит, что здесь произошло и почему так получилось? случилось? О, чё объясните мне, дядька, чудо? Ну, я же не бафила, или я бафила? А я вообще топом перекрывала? Дядька, что я здесь делала? Короче, всё нормально, всё хорошо. Короче, то, что мы хотели получить, мы получили.